Всем привет, мы Боджопис Квот. Сегодня познакомим вас с новой коллекцией такой обувной марки как Hav Worldwide и немножечко расскажем о самой истории бренда. Бренд был основан в 2002 году в Сан-Франциско, скейтером, законодателем уличной культуры и моды, таким чуваком как Китом Хафнегелом. Истоки бренда были зарождены еще в 80-х годах в Нью-Йорке, когда Кит только начинал кататься, он вдохновлялся уличной культурой, теггингом, скейтбордингом. И также как бы стремился быть профессиональным скейтбордистом, ездил в туры по Европе, тусил с чуваками из Суприм. Еще тогда, когда Суприм только набирали обороты, начинали быть популярными в Нью-Йорке. И сам, естественно, хотел замутить свой такой уличный бренд одежды, который подходил бы для всех, не только для скейтеров, но и для обывателей, для обычных людей. Кеды и одежду покупают не только скейтеры, но и мировые звезды музыки, там, Snoop Dogg, Lil Wayne, как бы все вот эти знаковые чуваки в рэпе, в хип-хопе. Ну и также, естественно, в команду бренда входят такие чуваки, как Брэд Кромер, естественно, сам Кит Хафнегл, Дэн Планкетт. Вот. Ну и, я думаю, на истории закончим. Расскажем о текущей коллекции, о новой коллекции Хаф, которая представлена в наших магазинах. Начнем, я думаю, вот с модели Сота. Модель представлена на капсульной подошве, в таком вот легком силуэте. Небольшой такой хороший у нее протектор. Вот. Она очень интересно выполнена из-за такого вот легкого текстиля, но при этом есть защита мыска из резины. Также есть и классические модели. Модель Galaxy в такой вот расцветке, синий. У нее, получается, замшевый мысок и боковой текстиль и также полиуретановая резиновая стелька. Ну, для тех, кто, как бы, не очень любит рвать шнурки и не только любит кататься на скете, но и быть модным на скете. Вот. Про модель Дилана Ридера, которая выпускается, несмотря на то, что этого чувака больше с нами нет. Вот. Мы все его очень любим. Я безумно люблю стиль этого чувака. Он вдохновлял меня, когда я был маленьким. Я смотрел его профайлы и мне хотелось, хотелось такие же кеды, хотелось так же гасить, такой же импассивл. Но, к сожалению, импассивл я так и не научился. Ну, я думаю, если вы посмотрите профайлы Дилана и купите эти кеды, возможно, у вас получится научиться импассивл делать через лавку. Вот. Такие вот клевые кеды на вулканизированной подошве. Фирменный хаффовский протектор. Все клево. Вот. Вот. Вторая модель Брэда Кромера из линейки Хафф. Также вулканизированная подошва. Шнуровка расположена довольно далеко от мыска. При этом, я думаю, это будет сохранять как бы шнурки. Они будут реже рваться при кикфлипах. И так же во всех кедах полиуретановая стелька, чтобы ваши ноги не отбивались. Вот. Опять же, не забываем о том же, что хафф не только скейт-обувь, но и законодатели скейт-моды. Вот такая вот интересная моделька. Клайв. Такой в черной полностью расцветке. Выполнена из кожи. Это расцветка Дика Риза. Вот такая вот у нее стелька интересная с графикой. И разноцветная подошва. Этот чувак катается за квази-скейтбордс. Молодой чел, европейский стиль. Все клево. Как мы любим. Вот. И для тех, кто любит сохранять свои лодыжки, не подворачивать их. Популярная сейчас модель у хафф. Больше всех, в принципе, она покупается. Такая она. Хайт. Называется она Hyper Too High. Вот такая вот модель. Полностью белая. Выполнена из кожи. С такой же полиуретановой стелькой. Мысок. Все клево. В принципе, довольно классический силуэт. В принципе, все кеды хафф выполнены в классических силуэтах. Потому что все мы знаем, что классиком однее всего инновации. Я думаю, такое себе. Ну и по традиции мы разыграем между нашими подписчиками любую модель новой линейки хафф. Для этого вам нужно подписаться на канал, поставить лайк, указать ссылкой в комментариях страницу ВКонтакте вашу. И написать в этом комменте, что бы вы хотели видеть в дальнейших роликах наших. Не только обзор, а может быть что-то интересное, что мы сами не догадаемся. Ну и, конечно, сделать репост этого видео ВКонтакте. Всем пока. С вами был Боржоп Склод. Peace. Субтитры сделал DimaTorzok